друзья всем большой привет я нахожусь на таком красивом променаде такая красивая аллея из платанов в городе колея этот городок находится на стыке двух больших побережьев такие как коста браво и коста эль моресме часто этот городок вообще относят коста браво но нет это все-таки находится на побережье моресме является городок достаточно туристической зоной и здесь очень много ресторанов кафе апартаментов гостиниц куда приезжают туристы чтобы провести замечательно свой отпуск потому что здесь все есть для этого город находится на равнине и в какую сторону не пойдешь везде очень плоско нет никаких гор холмов вот в любую сторону можно гулять очень комфортно но первая береговая линия у нас находится стороны вот там вдалеке виднеется море морешка пока прогуляемся вдоль главных улиц и естественно в туристическом городе никуда без туристических магазинчиков со всякими сувенирами тут можно купить и тарелочки и магнитики и зонты и игрушки и даже рядышком тут же мороженое на любой вкус и цвет и помимо всех атрибутов туристического города здесь также можно купить лотерейку испанскую испанцы очень любят лотереи они играют в это дело каждый год каждый месяц и самое главное лотерея это на рождество и уже сейчас в августе месяц мы начали продавать билеты на рождественскую лотерею поэтому вдруг кто-то хочет попробовать свою дачу прямо на улице лотерейный билетик можно и прикупить а вот отдельно целый ларек где продают лотерейные билетики здесь даже очередь есть вот на такой вот пешеходной улочки на криминаде где много кафешек городе колеи и железнодорожные пути по которым курсируют пригородные электрички барселоны то есть сюда можно например добраться из барселоны минут за 40 а точно также уехать в барселону либо уехать чуть-чуть дальше и приехать например в городок бланы вот именно эти железнодорожные пути и соединяют этот город с барселона и бланысов и другими городами на побережье коста-морес станции электрички находится прямо здесь он останавливается фактически в центре города и я хочу заметить что здесь железнодорожные пути не идут вдоль набережной а немножко как бы спрятаться за променадом спустимся на пляж здесь очень удобно вдоль пляжа есть парковка достаточно длинная вот пляж здесь тоже есть черенгитас и кафешечки местные береговая линия но метров 50 точно есть для тех кто планирует отдыхать в колее с детьми здесь есть очень большая детская площадка рядом с пляжем буквально в двух шагах она насыщена разными штуковинами для деток какие-то горки качельки очень мягкое покрытие здесь прорезиненная питьевой фонтанчик установлен и вот буквально два шага и уже пляж здесь такая большая пляжная линия что они сделали огромный широкий пляж для собак просто шикарная часть отведена для прогулки с собачками очень красиво огорожено во первых и таким вот обратным заборчиком какие-то даже есть специальные лички чтобы помыть политику собачку мусорки установлены назвали масло тоже есть пляж для собак в этом году он открылся но тут совсем маленький кусочек и обязательно его покажу а здесь этот пляж просто достойных внимания у нас есть тестировщик этого пляжа туман ну как тебе туман вот такая вот атмосфера сегодня у нас 1 августа кстати чтобы понимать 1 августа сколько людей на пляжи места хватит здесь всем но можно видеть что сегодня такие тучки у нас очень сильный и все и и и и и и и Но вот в отличие от Юредемара или другого туристического города, мы здесь пока не встречаем такой активной молодежи. Здесь гуляют более осознанные туристы, семьями европейские, парочки в возрасте, и всё очень спокойно. Вот видно, насколько пуст променад, какой доступный тоже для туристов пляж. Всё очень тихо, спокойно, для размеренного отдыха. А если вдруг кто-то решит съездить на какую-то тусовку, то в 10 минутах езды отсюда находится город Бланос, куда можно доехать на пригородной электричке. А уже из Бланоса можно и до Тоса добраться тоже минут за 10. Поэтому всё тут близко, захочется от тусовки, электричка, либо такси, либо какой-то автобусик и вперёд. Хочу обратить внимание на вот этот вот знак, запрещающий курение на пляже. Достаточно частое ограничение, которое встречается на пляжах Каталунии, но часто его и нарушают. Рядышком здесь есть билетная касса на прогулочные катера. На этом прогулочном катере можно доехать до Бланоса, до Юрета и до Тоса. А стоимость, вот таким вот образом написано стоимость, в 9.15 начинает работать. Он стоит 30 евро. В Бланосе, в Юрета 30 и в Тосу 39 евро. Если вы хотите зарезервировать, то вот сюда вот, можно в эту ячейку закинуть свой телефон. И смотрите, на завтра уже всё, резерв полный. А вот эти прогулочные катера, они имеют ещё прозрачные окошки, которые позволяют наблюдать за подводным миром. Прогуливаясь вдоль моря по красивому пременаду, можно не спеша дойти до холма, на котором есть симпатичный, работающий, действующий маяк. Он был построен в 1959 году, а также рядышком и ещё за маяком есть две разрушенные башни 19-го столетия. К ним тоже можно прогуляться. Вся прогулка от центра до вот этих блудостопримечательностей займёт где-то минут 40 неспешной ходьбы. А мы будем возвращаться в город и пойдём найдём какое-нибудь место, где можно здесь перекусить. Потому что время уже ближе к ужину, в районе 19.00, пляжи вообще пустеют постепенно, людей всё меньше и меньше. Вот, кстати, здесь тоже есть плавучий остров, на котором могут порезвиться дети. Такие плавучие острова очень часто встречаются в разных туристических местах. В городе Калеи можно покататься также на туристическом паровозике. Сейчас мы попробуем узнать его цену, этого паровозика. Так, а вот и цены. Взрослые 3 евро, дети 1,5. И также есть для людей, которым свыше 65 лет, тоже 1,5 евро. Его маршрут. Паровозит, отходит от главной улицы, от главной площади. Вот так вот загружается и едет. Новое мороженое нам встречается, всякое разное. Туристические магазинчики. Можно вот косички заплести, татуировки временные сделать. Сумки кожаные, не кожаные, а чёчки. Покушать. Время ужина. Много людей уже здесь. Прям вся терраса занята. Слушайте, вообще вся терраса, ни одного столика свободного нету. Наверное, хорошее место. Наверное, здесь неплохо кормят, потому что вот рядышком мы сейчас будем проходить еще одно место. И здесь уже свободные столики пока имеются. Вот, надо запомнить тот ресторанчик и, может быть, даже выбрать его на ужин. Прогуляемся немножко с вами просто по улице. Посмотрим на отдыхающих, на магазинчики, что здесь можно купить, куда заглянуть. Я на этой улице очень сильно ловлю атмосферу отдыха, атмосферу именно такого туриста внутреннего, где можно все рассматривать, какие-то магазинчики заглядывать, в кафешках люди сидят. Причем, слушайте, все кафешки, в основном, которые имеют террасу, террасы переполнены. Ни одного свободного столика. Ой, ну нравится мне этот городок. Именно. Да, в эту кафешку очередь даже стоит. Вышли на такую симпатичную площадь мы. Какой-то здесь очень интересный персонаж на стульчике сидит на мэрии, здании мэрии. А еще в этом городе очень много собачек. Здесь стоит и рядышком еще один. Церковная площадь. Вот такая здесь атмосфера. Людей в городе очень много. Вот когда на пляже никого не было, то город весь живет. Здесь можно купить кепку и сделать какую-то наспись. Выбить свое имя, дату, что угодно на память. Вот такой вот магазинчик. Мороженое. Два сорок стоит один шарик, три пятьдесят два. Это хорошая цена. Там будет пляж и променад. Решили закончить мы наш вечер в пиццерии. Вот такое вот у нас правильное питание. Ну, я себе взяла салатик для барбекю, пиццу. И покажем место, где будем кушать. И потом покажу счет, сколько мы здесь отдадим. Но вообще, если приезжать сюда отдыхать и питание как бы не включать в отель. И еще где-то в среднем на человека минимум надо рассчитывать, ну, евро двадцать-тридцать в день. Это будет такое очень скромное питание. Наверное, даже не всегда, как в ресторанах. Так, ну, у них, в общем, не очень большой выбор салатов. Ну, зато разные пиццы, но посмотрим, как она на вкус. Ну, что, мы закончили ужин в пиццерии Мамма-Мия. Эх, Мамма-Мия, но можно же было приготовить пиццу повкуснее. Сразу видно, что туристическое место. У нас была ситуация, когда мы заказали Глебу пиво и принесли на нас только недолито, что просто... А пена сплошная была. Сплошная пена. Просто неприлично так наливать. И мы уже... Мы часто не обращаем на это внимание, если там недолито полсантиметра или какие-то... Ну, здесь, ну, точно, сантиметра два-три. Ну, там она бы даже не просила столько. Мы, значит, попросили, что, пожалуйста, долейте до нормы. Девушка сделала вид, что, ой, действительно многовато пены. Ну, и принесла просто до черты долитое пиво. Значит, что? Ну, зато пиво, в принципе, и не так дорого. 3,90 стоило пиво. Вино мне понравилось. У меня был бокал вина за 3 евро белая. Салат. В салат почему-то они добавили сахар. 11 евро он стоил. И пицца барбекю 12 евро. Вот такие вот цены на еду. Достаточно дорого. Напитки по нормальным ценам, но еда невкусная. Вот в чем проблема. И эта проблема достаточно часто встречается в туристических городах. Для туристов нормальный, Глеб? Мы на воду. Классная пицца. Ну да, может быть, кстати, точно. Все по-другому просто, да. Кстати, да, наверное, когда турист, то все по-другому ощущается. И картошка фри вкуснее, и пицца интереснее. В общем, ладно, неважно. Калея нам понравилась. Городок классный. Очень удобно то, что здесь сообщение прямое с Барселоной, с Бланесом. Электричкой можно кататься, пожалуйста. Пляж огромный. Если у вас есть собачка, на него можно с собачкой приехать. Для детей там огромная зона на погулять. Сам городок находится на плоской поверхности. Нет никаких гор, поэтому комфортно его вдоль и поперек проходить. Ну и бонусом здесь есть маяк. Здесь есть руины старых башен, на которые можно забраться уже непосредственно в гору. Такой небольшой хайк, хайкинг совершить. Ну вот как-то так. На этом сегодня все. Заканчиваем выпуск про Калею. Возможно, мы сюда еще вернемся. А на сегодня все. Я вас всех обнимаю, ребята. Все, не исключайте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok